Приветствую вас. Свой ответ я наверное разобью на две части. В первой части я отвечу вам на ваш вопрос, постараюсь ответить на него. А в второй части я позволю себе некоторые комментарии относительно того, что у вас произошло вообще. Ну, значит как жить с таким вот мужчиной, спрашиваете вы. Во-первых, нужно понять, что мужчина сам по себе не виноват. То есть его мама воспитала вот в таких вот условиях, скажем так. То, что человек вырос в таких вот ценностях, в таких вот приоритетах, что мама вот, значит, нужна еще помощь там и так далее. То есть сам по себе мужчина, он кто? Он просто рыбает твоих родителей. Он сын своей мамы. По сути дела. И вряд ли можно его однозначно обвинять в том, что вот он виноват, он ведет себя как-то неправильно и так далее. Ну, можно, конечно. Можно. Но другое дело, к чему это все приведет? А на самом деле приведет это, ну, ни к чему привести это не может. Потому что, видите ли, ситуация заключается в чем? Потому что если человек не видел других каких-то моделей поведения, адекватных я имею в виду, то откуда ему взять информацию о том, как нужно вести себя, например, там, допустим, вот, ну, допустим, допустим, как нужно вести себя там с вами, например, или что-то еще. То есть вот это вот первый аспект. И поэтому для того, чтобы с этим человеком у вас что-то получилось вообще, в первую очередь нужно, чтобы у него появился стимул для того, чтобы выйти из этого, ну, скажем так, порочного поведения. Из этой порочной модели поведения, если угодно. И только пока человек не испытывает нужды и потребности в том, чтобы свое поведение, свою модель поведения поменять, ну, надо сказать, что все будет вот так, как есть сейчас. Если человеку не зачем меняться, он меняться не будет. Вот подумайте для себя, что мужчина получает, например, от вас. Почему мужчина получает это от вас? Значит, продолжайте над тем, чтобы ограничить его в том, что он получает от вас. Ведь когда, например, он к вам не подходит с помощью, вы как поступаете? Вы ему объясняете, например, что так нельзя, что он должен там поступить по-другому? Или вы просто делаете обиденную мину и какое-то время, например, с ним не разговариваете? Значит, вообще вот для начала неплохо было бы понять, какую модель поведения вы выбираете, когда он так себя ведет. Что вы делаете в этот момент? То есть он о вас не заботится и заботится как бы вот о своей маме больше, чем о вас. Это я, в принципе, понял. То есть он о вас не заботится. Хорошо. Но вы-то сами, вы-то сами как себя ведете? Что вы делаете для того, чтобы показать ему, что он, например, неправ? Что он, например, ведет там себя неверно, что он, например, ведет себя неправильно. И насколько долго вы готовы это делать? Насколько долго вы готовы человеку объяснять, показывать, доносить, что он вот неправ, что он вот ведет себя неверно и так далее. От вашего поведения зависит то, насколько мужчина осознает, что он неправ. От вашего поведения зависит то, насколько человек понимает ошибочность в своей модели поведения. И вот чем больше, чем активнее, чем долгосрочнее вы доносите до человека вот то, что вам не нравится, как он себя ведет, и реагируете на его, значит, подобное поведение определенными поступками. То есть, например, грубо говоря, вы, скажем, говорите вот ему, предупредяете, да, что если ситуация будет вот так вот, например, повторяясь, если ситуация будет развиваться по, ну, скажем, по такому вот сценарию, то вы, например, скажем, будете реагировать таким образом, что, например, не будете там его целовать, что вы не будете там сто тысяч еще для него делать, ну и так далее. То есть, вы проявляете себя достаточно жестко в этой ситуации. И жестко реагируете каждый раз на то, когда человек ведет себя вот таким вот неподобающим по вашему мнению образом. Но это нужно делать вам в первую очередь. Мужчине-то зачем менять что-то? Его как бы все устраивает. У него как бы все есть, у него есть вы, у него есть его мама, которая там тоже для него все делает, видимо, то, что можно и что нельзя. И до тех пор пока у него это все есть, он не изменится. Кроме того, мужчина, по всей видимости, либо не боится вас потерять, что само по себе является не очень хорошим, значит, признаком. Либо, если мужчина не, либо мужчина может вас обесценивать просто-напросто. И то, и другое является очень плохим показателем ваших отношений. Но здесь опять же, если обесценивают, то вы себя так поставили. Если, значит, не боится вас потерять, то это вы так себя поставили. И вот нужно в первом случае, значит, вести себя так, чтобы он вновь начал бояться вас потерять. А во втором случае нужно работать над собственной самооценкой и не позволять мужчине вас обесценивать. Вплоть до предложения пожить отдельно, если потребуется, понимаете, в чем дело. И вопрос в том, готовы ли вы вот что-то реально делать для того, чтобы ситуация поменяла. Значит, вы можете, конечно, принять, что ваш мужчина, вот он такой, и он не изменится. И вы можете просто смириться с тем, что он вот такой человек. Но проблема заключается в том, что если вы не чувствуете себя женщиной, то у вас будет увеличиваться нереализованность, у вас будет увеличиваться неудовлетворенность. И будут накапливаться негативные эмоции, которые потом могут, ну, проявить себя достаточно бурно. То есть, чтобы нормально жить с таким мужчиной, вам нужно, еще раз, лечить его зоны комфорта. Чтобы у него был стимул меняться, чтобы у него был стимул действовать как-то иначе. Когда этого стимула нет, все будет так, как есть сейчас. А поскольку вы являетесь неотъемлемым элементом его зоны комфорта, то, соответственно, вам нужно что-то менять в себе. Вам нужно что-то менять в своем поведении. Далее. Теперь, когда я ответил на ваши вот вопросы, я надеюсь, связанные с тем, как жить с мужчиной, я бы хотел дать несколько комментариев по поводу того, что я прочитал вас в тексте. Значит, первое, что я прочитал в тексте. Значит, вы сказали, что ваш муж – маменький сынок, но вы же с ним как-то познакомились. И если вы это сделали, то возникает волей-неволей вопрос к вам. А если вы это сделали, то есть получается, что вы добровольно слили на такой шаг по отношению к мужчине, да? Что? Вот он – маменький сынок, а вы, получается, его принимаете таким, как он есть. Вы его приняли таким, как бы он есть, если вы сделали его замуж. И вот, собственно, к вам вопрос тогда. А почему же, принимая его изначально, ну, по умолчанию скажем так, да, что вы его принимали изначально, почему я сейчас перестали, с чем связана такая ваша перемена, отношение к нему? У этого, на самом деле, есть причины. То, что вы этих причин, может быть, не знаете, это вовсе не означает, что их нет. Но о них я очень рекомендую вам подумать. Далее, смотрите, вы говорите о том, что он не делает для вас там каких-то вещей. В принципе, это, безусловно, очень плохо, что он не делает для вас каких-то вещей. Но, смотрите, ситуация такая, что это происходило не первый раз. То есть, очевидно, что мужчина делает так уже не впервые. Очевидно, что мужчина ведет себя, ну, скажем, привычным образом. То есть, для него нормально, для него нормально вот так себя вести с вами. Вот и вопрос, который я хотел бы вам задать. Так, если вы позволили мужчине когда-то так себя вести с собой, то логично предположить, что если вы свое поведение по отношению к нему измените, то с его стороны прозвучит логичный вопрос. А почему? Почему раньше вы принимали его, а теперь перестали? Это очень важно. И тогда вопрос, можно немножечко перефразировать. Вот вы спрашиваете, как жить с маменькиным сынком. А я спрашиваю по-другому. А стоит ли жить с маменькиным сынком? Зачем жить с маменькиным сынком? Вот об этом вам и стоит подумать. Потому что мужчина не изменится. И, как я уже сказал, это довольно спрашившаяся система ценностей у него. И виноват в этом не он, и даже виноват в этом, в принципе, не его мама. Никто не виноват в этой ситуации. Дело здесь в другом. В том, что вот такие ценности у его семьи. И если так принято, если так вот, ну, так получилось, вам этого не изменить. И было бы наивно полагать, что вы молитесь что-то исправить. Поэтому думать вам в данном контексте нужно именно о себе. О том, с чего вы хотите, о том, как вы хотите, о том, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой и так далее. Вот это важно. А не то, как жить с маменькой с сынком. По сути дела вы, если я вас, если понимать вас буквально, если вот ваши сообщения буквально понимать, то по сути вы, как бы, продвигаете, значит, адаптивное поведение. То есть приспособительное поведение. То есть вы говорите, как мне приспособиться к тому, что мой муж маменький сынок. А дело не так. Но вопрос надо ставить по-другому. Как мне изменить ситуацию? Как мне стать счастливой? Что мне нужно для того, чтобы стать счастливой? Что мне нужно для того, чтобы чувствовать себя женщиной? Вот это важный вопрос, который вам нужно задавать себе, а не вопрос о том, как жить с маменькиным сыноком. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Если вы обдумаете те вопросы, которые я задал, и придете для себя к определенному выводу относительно них, вполне вероятно, что ваша ситуация немножечко изменится. Вполне вероятно, что ваша ситуация начнет меняться к лучшему. Если вам остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!